Авиакомпания «Азимут» сегодня совершила первый регулярный рейс в московский аэропорт Внуково из Ростова-на-Дону. Одним из акционеров новой авиакомпании выступил совладелец Внуково Виталий Ванцев. Сегодня он гость нашей студии и с ним побеседует моя коллега Анна Балдина. Аня, передаю тебе слово. Да, спасибо, Мария. Виталий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вы один из инвесторов региональной авиакомпании, новой авиакомпании «Азимут», которая сегодня как раз начала выполнять свои полеты. Что вас заинтересовало в этом проекте? Прежде всего, меня заинтересовало то, что я увидел, что на юге России практически нет ни одной полноценной региональной авиакомпании. И захотелось сделать проект, который связал бы все южные города – Ростов, Краснодар, Сочи, Астрахань – таким образом, чтобы не было необходимости лететь через Москву, как это происходит сегодня. На самом деле, очень интересный регион. Его называют «Житницей», вы знаете, «Россия». Там есть потребность в этом транспорте. Поэтому мы долго смотрели на этот проект, изучали его где-то в течение трех лет. Мы его делали просто на бумаге с партнерами. И смотрели, насколько он может быть эффективным, насколько он может быть полезным, востребованным. И вот мы, когда все посчитали и поняли, что это интересно, мы начали реализовывать наш проект. Скажите, а господдержка присутствует? Для региональных авиакомпаний, тем более для компаний, которые полностью используют в своем флоте только российские воздушные суда, безусловно, присутствуют в соответствии со всеми документами и постановлениями правительства субсидии для таких авиакомпаний. Мы первая авиакомпания в стране за 17 лет, которой струим полностью свою работу на российских воздушных судах. Это сухой суперджет. И полностью на российском интернет-продукте, на системе бронирования российской. На 100% имеем внутри себя чисто российские технологии, не имея никаких зарубежных. В отличие от тех компаний, которые сегодня уже летают и присутствуют на рынке. Есть мнение, что проект все-таки рискованный. Видите ли вы риски, когда вы рассчитываете выйти на окупаемость? Ну, знаете, я вам скажу так, любой бизнес – это риск. Нет ни одного бизнес-проекта, который мог бы быть безрисковым. Ну, иначе им бы все занимались. Конечно, риски есть. Это риски и флота, это риски и того, что будет менее востребован наш продукт, несмотря на то, что мы рассчитываем на то, что он будет востребован. Ну, скажем, естественно, есть геополитические риски, которые мы не можем рассчитать сегодня, и которые, понимаете сами, мы не можем ни как страна повлиять на них. Но вот на этот риск мы как раз не смотрим, а смотрим исключительно на коммерческие риски. Здесь мы их видим, пытаемся их прогнозировать, пытаемся заранее с ними бороться. Окупаемость? Надеемся, что выйдем на окупаемость через три года. Ну, у нас есть хороший пример – лоукостер «Победа», который показал нам всем, как можно выйти на окупаемость спустя два года. Конечно, у нас немножко другой проект. Мы не лоукостер, мы региональная авиакомпания. Мы не сможем, наверное, бороться с «Победой» и нет такой цели с ней бороться. В ценовом сегменте мы больше все-таки рассчитываем на то, что мы будем предоставлять услугу пассажиру прямую, и именно за счет этого будем выигрывать. Давайте поговорим о сфере авиаперевозок в целом. Она чувствительно реагирует на экономические изменения. Только завершился летний сезон. Для вас какие тенденции видите в авиаперевозках по итогам этого сезона? Ну, скажу так, сезон очень хороший по сравнению с прошлым годом. Конечно, мы видим большую динамику роста пассажирских перевозок. Сейчас рано говорить о том, что и про летний сезон на самом деле, потому что подводить итоги летнего сезона будем в октябре. Но в среднем мы ожидаем по московскому авиазлу где-то порядка 19% прироста в целом. В этом сегменте, конечно, наш аэропорт смотрится лучше по отношению к другим аэропортам, но это просто вопрос низкой базы. Я просто хочу напомнить, что в прошлом году аэропорт Нуково очень сильно потерял. Мы потеряли более 2 миллионов пассажиров за счет того, что происходило на рынке Турции и Египта. Практически мы в конце 2015 года потеряли 3 главных рынка последовательно. 3 главных рынка именно для аэропорта Нуково. Это первая Украина, потом Турция, потом Египет. На сегодняшний день Украины нет. Турцию мы восстановили, и мы у себя ее восстановили очень хорошо благодаря турецким авиалиниям во многом. Турецкие авиалинии в этом году мы планируем перевезут где-то порядка полутора миллионов человек из Нуково. Как пример, 4 года назад, когда турецкие авиалинии к нам переходили одной частью из Шереметьево, второй частью из Домодедово, они перевозили всего 300 тысяч пассажиров. Вот мы гордимся совместной работой с турецкими авиалиниями, что в этом году мы вместе сумели перевезти полтора миллиона пассажиров. Это и достижение турецких авиалиний, и безусловно, это достижение аэропорта Нуково и компаний-партнеров, которые работают вместе с турецкими авиалиниями. И это, прежде всего, ЮТР, который тоже нарастил объемы и нарастил продажу из регионов на маршрутах турецких авиалиний. А другие перемены по направлениям есть, связанные, может быть, со спросом? У нас открывается очень много направлений. Сегодня у нас открылся Омск благодаря Азимуту, которого никогда не было во Внуково. Мы за этот год очень много для себя открыли новых международных направлений с помощью наших партнеров. Мы открыли Ирак, Багдад. К нам перешли иранские авиакомпании. У нас расширилась сеть полетов авиакомпании «Азал». К нам перешла компания «СКАТ», это Казахстан. И открыли новые направления. К нам пришла молдавская компания «Флайван», которые тоже открыли для нас новое направление «Кишинев». То, что раньше в аэропорту Внуково никогда не летало. Конечно, благодаря этим партнерам, благодаря этим всем открытиям, мы сегодня имеем значительные результаты. И наши авиакомпании тоже расширяют маршрутную сеть полетов. В этом году «ЮТЕЙР» открыл международные направления Мюнхен, Вена. Сейчас открывает Милан, Берлин. То есть расширяется сеть полетов международных нашими основными перевозчиками. Это «ЮТЕЙР», это «Россия», это «Победа». И я думаю, что мы и до конца этого года еще увидим ни одно направление международное, которое они откроют. Но я уверен, что в следующем году тоже мы увидим много новых направлений, которые они откроют из аэропорта Внуково. Последние годы восстанавливался объем авиаперевозок. Ваш прогноз на 2018-й, не только для Внуково, а в целом для этой сферы? Я думаю, что если ничего не произойдет, мы будем двигаться. Еще раз, очень серьезно влияет на рынок авиаперевозок, прежде всего, политическая ситуация. Если политическая ситуация будет развиваться в том контексте, в котором она развивается сегодня, то я уверен, что мы в целом увидим в следующем году где-то прирост порядка 10-15%. Потому что все остальное, что влияет на рынок авиаперевозок, это ситуация экономическая внутри страны. А мы видим, что она стабилизировалась. У нас есть определенный экономический рост. Я уверен, что он будет в следующем году. И об этом говорит и статистика Минэкономразвития, все прогнозы. Поэтому вместе с ростом ВВП, безусловно, будет расти и рост объемов пассажирских перевозок в целом. Я думаю, что в этом большую роль сыграет как раз азимут на региональных перевозках, потому что появятся новые маршруты, которых сегодня нет, которые сегодня востребованы. И люди, которые раньше выбирали для себя вариант полета через Москву, 4-5 часов добираться, условно скажу, из Астрахани в Ростов или из Ростова в Симферополь. Или на машине ехали, большее количество. Но это все равно порядка 5-6 часов в зависимости от маршрута. Сегодня мы представляем на рынок часовую перевозку. И я думаю, что у нас как раз благодаря этому появятся те новые пассажиры, которые с автотранспорта пересядут на авиационный транспорт. Давайте вернемся к жизни вашего аэропорта. Неделю назад, если не ошибаюсь, завершилась консолидация активов у Нуково. Что изменилось? Ну, изменилось только одно. На самом деле это форма, потому что консолидация состояла из нескольких этапов. И первый этап консолидации мы прошли еще в прошлом году, когда все акционерные общества стали принадлежать одному акционерному обществу Международный аэропорт Внуково. Но с точки зрения управляемости, конечно, эта структура стала гораздо более легко управляемая. Мы много сократили именно управленческих рабочих мест за счет того, что сократилось количество генеральных директоров, главных бухгалтеров, которые должны были находиться в принципе в каждом акционерном обществе. Сегодня в них нет потребности. Это не значит, что эти люди просто ушли. Просто они переместились на другие рабочие места и стали заниматься своей профильной деятельностью, которой в принципе они и должны были заниматься. Но вместе с тем мы получили, как я уже сказал, лучшую управляемость и уверен, что и лучшие себестоимости. Но это мы уже увидим в следующем году. Я в заключение вас не могу не спросить. Наверное, вы готовитесь к своего рода вызову. Это чемпионат мира по футболу 2018. Я в частности видела, что, например, аэропорт Домодедово сильно расширяет коммерческие площади именно к этому событию. Как у вас идет подготовка? Все ли успеваете? Что изменится? Знаете, мы давно готовы к чемпионату мира. Наверное, единственный аэропорт, который был к нему готов еще два года назад. Все-таки огромный аэропорт, 270 тысяч квадратных метров. Мы рассчитаны, в этом году, наверное, перевезем порядка 17 миллионов. А в принципе мы рассчитаны на 30 миллионов пассажиров. Представляете, какой у нас запас и по коммерческим площадям, и по торговым площадям, и по площадям обслуживания, по площадям безопасности. То есть у нас есть хороший большой запас. И, конечно, благодаря этому запасу мы готовы. Но мы открываем, мы точно так же готовились, и вот в этом году, буквально в декабре месяце, мы открываем гостиницу, которая находится непосредственно на привокзальной площади аэропорта Внуково. Как это говорится, буквально в шаговой доступности, под брендом «Хилтон» будет работать гостиница. Это прекрасная гостиница на 400 мест, 400 номеров, точнее, мест больше. Мы уверены, что она будет востребована к чемпионату мира. У нас уже есть заказы, подписаны твердые контракты. Это вот, пожалуй, главное то, что мы сделали в этом году, завершили. И наша гостиница получила премию правительства Москвы как лучший реализованный гостиничный проект этого года. И этим мы гордимся. Правильно ли я понимаю, что те ресурсы, которые вы задействуете для подготовки к чемпионату мира, останутся потом и будут работать на пассажиров дальше? Безусловно. В этом и есть смысл. Нельзя просто так вложиться и сделать это одноразовым, потому что чемпионат мира – это месяц. Мы в этом году, кстати говоря, прекрасно отработали на Кубке Конфедерации. И все это оценили. И Министерство спорта видело, как мы сработали. И правительство Москвы. К нам не было вообще никаких нареканий с точки зрения организаторов этого мероприятия. У нас все проходило абсолютно спокойно, в штатном режиме. У нас работали люди, несколько было центров по организации. И встречи по пассажирам, и по командам. И все прошло без сбоев. Поэтому можно смело говорить о том, что мы готовы к приему чемпионата мира. Спасибо вам большое за это интервью. Как пассажиры очень надеемся на вас. Спасибо. С Виталием Ванцевым мы поговорили о тенденциях в сфере авиаперевозок, о будущем аэропорта Внуково и о настоящем новой авиакомпании «Азимут». Спасибо.